Доброе утро! Там чернослив, любые сухофрукты, или там орехи, или еще что-то. Их сейчас невероятное множество, но для меня они все переслащены. И даже когда там пишут, что они просто с медом, если почитать внимательную тикетку, окажется, что они еще и с медом и с сахаром. Поэтому я использую гречневые хлопья, которые не требуют варки, но они невероятно полезные. И мюсли с ними получаются просто супер. Вот смотрите. Берем курагу. В принципе, можно взять совершенно любые сухофрукты, которые у вас есть дома. Если это чернослив, чернослив, если это яблоки вяленые, прекрасно, гениально. Возьмем хлопьев на одну порцию, где-то пару столовых ложек хлопьев. Их можно залить сначала кипятком, а можно и не заливать на самом деле. Но если залить кипятком, то они будут такие совсем нежные-нежные. А если сразу заправить молоком или йогуртом, или чем вам больше нравится, то тогда они останутся такие чуть-чуть хрустящие. Поэтому поступайте, как вам больше нравится. Я залила и оставила их напухать ненадолго. Воду можно слить, а можно и сливать, потому что они ее очень хорошо впитывают. Туда же я добавлю горсть изюма. Изюм, естественно, ничуть не надо, он так мелкий. Опять-таки, изюма столько, сколько вам нравится. Горсть кураги изрубленной, такого же размера, чтобы получались кусочки, как и изюм у нас. А вот теперь самое интересное. Берем терку. Яблоко, которое, естественно, мытое, но мы его не чистим. Это та самая грубая клетчатка, в кожуре яблока находится, которая невероятно полезна для нашего организма. Яблоки не только много железа, об этом знают все, но и яблоко еще способны снижать холестерин и вообще помогать всяким обменным процессам. Вообще нужно обязательно съедать хотя бы одно яблоко в день. Так рекомендуют диетологи, во всяком случае. Прислушаемся к их совету. Натрем яблоко прямо с кожурой. Яблоко нужно выбрать на свой взбор. Я люблю яблоки немножко кисловатые, но и семеренка мне тоже нравится. Если вам нравятся яблоки сладкие, то выбирайте сладкое яблоко. Яблоко совсем не обязательно в данном случае сбрызгивать лимоном, потому что оно все равно не будет видно, оно станет общей массой. Добавляем сюда яблоко. В тот момент, когда мы добавили яблоко, добавляем йогурт. 125 грамм йогурта, так как я их залила водой. Если вы не заливали их водой, то можно добавить больше йогурта или молока, или вообще есть с тем, с чем вам нравится. Все это как следует перемешиваем. Но вы представляете, и это еще не все. Вообще на самом деле здесь композиция, комбинация может быть совершенно другая. Яблоко может заменить на грушу, если есть свежие ягоды, то сухофрукты могут заменить свежими ягодами и так далее. Но что мне нравится, это сочность фрукта, который натерт, нежность каши и вот такая вот сладость сухофруктов. Но это же просто чудо. Но это еще не все. Мы это сделаем еще и пряным, и полезным. Обязательно в день нужно съедать чайную ложку вот таких вот льняного семени. Знаете зачем? Затем, что там находятся невероятно полезные вот эти вот полиненасыщенные жирные кислоты. Как раз то, что есть в жирной рыбе. Так это, оказывается, еще есть вот в таком вегетарианском варианте, в льняном семени. Вот мы растираем льняное семя практически в пух. Еще его можно замачивать на ночь и просто пить водичку, в которой она постояла. Это тоже очень полезно. Но мы сделаем вот так вот быстрый вариант. Сюда же добавим чуть-чуть, это корица, чуть-чуть свежемолотая корица, буквально четверть чайной ложки. Орехи, миндаль. Немножко грецких орехов. Действительно чуть-чуть, две-три половинки ореха уже достаточно. На самом деле вот такую вот сухую заправку можно сделать и хранить ее в контейнере, который не закрыть, не надо закрывать. Несколько недель совершенно спокойно ничего не будет. И поэтому у вас уже потом будет готово, можно посыпать вашу кашу. Немножко семечек. Можно взять тыквенные семечки. У меня вот оказались семечки подсолнечника. Вот, собственно говоря, и все. Еще мускатный орех добавляю прямо в мою кашу. Совсем чуть-чуть, нужно просто буквально на кончике ножа мускатного ореха. А теперь столовая ложка моей замечательной пряно-ореховой смеси сверху на кашу. Вот такой у нас сегодня с вами здоровый, радостный и вкусный завтрак. Обязательно завтракайте, это поможет вам жить дольше и выглядеть лучше. Вообще здоровый завтрак – это залог здорового дня. О, сказала. На завтрак приготовьте грибы, лук, чеснок, масло, соль и перец мы найдем у вас дома. Какую-нибудь булочку и твердый сыр. Будет очень вкусно. Приятного вам дня.